У Ивановских активистов профобъединения стало доброй традицией начинать ответственный совет с неформальной части. На заседании под общие аплодисменты состоялась торжественная передача новогодних подарков для военных Ивановской 98-й воздушно-десантной дивизии. Это как просили наши так называемые бензопилы, это как просили радиостанции для работы, для принесения службы, ну а это вот конфеты Новый год, как-никак Новый год. Было отмечено, что приобретенные подарки военнослужащим были сделаны на собранные средства членов профсоюзных организаций всего региона. Тем, кто находится в тылу, очень важно почувствовать себя сопричастным к выполнению общих задач по защите Родины, нанести свою пусть небольшую лепту в общее дело, создав таким образом единение фронта и тыла. Мочистого сердца шлюм нашим ребятам огромные слова благодарности, желаем крепкого боевого духа и скорейшего возвращения с победой. Впрочем, на этом торжественная часть не закончилась, перешли к награждениям защитников тыла. Активистам и профсоюзным лидерам вручали цветы и почетные грамоты. Уполномоченная по правам человека по Ивановской области отметила детского врача-стоматолога Лидию Пухову благодарностью от федерального руководства за вклад в общее дело защиты прав и свобод человека. Конечно, не просто совмещать и активную общественную позицию, активную общественную деятельность с активной профессиональной работой, но иногда, в принципе, это удается. И хотелось бы отметить, наверное, что для молодых специалистов, для начинающих докторов это важна такая поддержка, не только материально стимулирование, но и такое общественное признание. Стоит отметить, что отчетно-выборные кампании в профсоюзных организациях имеет цикличный характер. Лидеров на разных ступенях выбирают раз в пять лет. И сейчас наступает следующий год. Год отчетов и выборов в профсоюзном звене. Начиная от претендента правкома до кандидата высшей организации Федерации независимых профсоюзов. В следующем году у нас будет 12-й съезд. И после 12-го съезда, который определит задачи перед профсоюзами, на следующий период мы будем проводить у себя в своих организациях отчеты и выборы и так далее. Кстати, общественный съезд независимых профсоюзов состоится в начале следующего года в Москве. Большинством голосов Совет решил, что на него делегируют действующего Ивановского профлидера. Владимир Геремин, Максим Шишкин, телекомпания БАРС.